добрый день друзья сегодня поговорим о такой интересной теме как время мы уже они говорим большом количестве в своих эфирах я вам делал много таких фильмов но сегодня я еще раз хочу остановиться на той концепции которая четко показывает кем является бог с точки зрения времени и наоборот чем является время с точки зрения сегодняшних религиозных воззрений которые являются обобщением мировоззренческого воззрения в целом так вот немножко проведу такого знаете ли ликбеза и экскурса в древность у нас как вы знаете не так давно была введена религиозная система мышления она построена на том что люди пришли в итоге к такому осознанию что наш мир построен неким демиургом правильно это или неправильно покажет время почему потому что мы не можем ни за не против привести никаких доводов есть только определенные учения писания которые излагают такую версию в той или иной упаковке или в том или ином изложении на самом деле до 19 века люди жили совершенно не опираясь на религиозные воззрения может быть не до 19 может быть до 18 но так или иначе почему да потому что чтобы объяснить наше с вами существование категории божественной нужны соответствующие знания и устройство мозгов она тоже требует времени и это время занимает очень длительный период просто так родиться и сказать прийти к этому и выразить свои мысли что вокруг нас существует все божественное и она это божественное существо построил наш мир это невозможно и вы не думайте что невозможно для нас с вами а для больших масс населения невозможно например я вам привожу пример тот же китай тоже вьетнам тот же ловоз вот те страны юго-восточного нашего угла континента они они до сих пор не имеют понятия понятия я имею в виду не понимание а понятие как созданного такого мировоззренческого продукта один до сих пор не владеют пониманием сущности бога то есть самого понятия бог в их языке в их понимании нет у них есть высшее существо еще что то ну то есть какие-то окольные пути которые ведут к этому пониманию в итоге возможно но вот они до сих пор еще пока не пришли на руси в период сказок например это до 19 века как раз то же самое никаких пониманий бога не было и понимание бога пришло в мир только как раз из библейских религий поэтому библейские религии находятся в единственном числе во всем мире а во всем остальном мире за вычетом библейских религий правит сказки мифы легенды и традиции вот такая концепция и интересно вот что своей книге явлений земли потом я все это более расширил своей книги бегущий по лезвию 2053 я показал концепцию новую концепцию нашей земли и нашей эволюции земли с точки зрения ультра короткой истории и с точки зрения тех данных которыми нынче обладает фундаментальная наука эти данные они тоже опираются в своих исчислениях и измышлениях на понятие время на его категории на его размеры и размерности и вот здесь возникает большой большой коллапс и большая большая конечно же проблема почему потому что с одной стороны мы например можем понять своим умом что да действительно никакого бога не было было эволюция научная эволюция и сами молекулы и атомы вдруг научились собираться в белковые тела и создали человека но в принципе принципе такое вероятно возможно я честно говоря за свою жизнь и анализирую то что мне доступно я ни разу не сталкивался с таким феноменом я уже приводил пример который придумали до меня еще задолго до меня это самовоспроизводящая свалка мусора вы представляете вы выбрасываете мусор на какой-то полигон и этим мусором завалили какие-то там кучи пространство и вдруг в этом полигонном пространстве мусора образуется какой-то живой персонаж который изумительно хорош который обладает каким-то супер интеллектом и он заявляет что он собрался из этого мусора сам в силу той самой эволюции но вы знаете я ни разу такого не видел я ни разу со свалки пришедшего гения не встречал не имеется ввиду какой-то человек там побомжевавший чуть-чуть вернулся назад а имеется ввиду чтобы с нуля было создано какое-то существо живое которое оказалось бы вот таким ну хотя бы как человек хотя бы как человек или хотя бы как кошка или хотя бы как мышка или хотя бы как самый простой жучок-паучок который обладает тоже интеллектом и самые главные жизненные функции такого никогда не было у некоторых может быть скажут вот таракан там какие-нибудь блохи сами заводятся не 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 они тоже были придуманы тем-то каким-то лицом или может быть тем же самым богом так вот в своей концепции времени я как раз и изложил ту самую версию эволюции которая произошла в нашем мире но естественно это эволюция моей версии она опирается не на какую-то самодеятельность со стороны каких-то существ организмов а на ту прямую трендовую линию или кривую трендовую линию которая организована внешним лицом я так же как и сочинители библии сочинитель других теософских трудов я не смог выбраться за пределы вот этой концепции плохо это или хорошо я не знаю может быть пока у меня время для этого не пришло может быть я еще не на много не настолько наполнено знаниями чтобы рождать какие-то концепции лишенные присутствия бога не знаю я пока на это как говорится упора большого не делаю но вот то к чему я все-таки пришел я вам сейчас и излагаю ультракороткая история она описывает развитие нашей цивилизации в совершенно другой временной промежуток начала 1492 год это официальная дата начала сотворения мира которая существовала до недавнего до 19 века времени она зафиксирована на колокольни ивана великого в москве она зафиксирована в других еще не уничтоженных документах там идет отсчет от этой даты как от нулевой и год устанавливается именно отсчитывая от нее на колокольни ивана великого по моему указан 109 год от сотворения мира а в других документах например когда строили заволжский вал который идет по восточному берегу волги и протяженность имеет полторы тысячи километров от астрахани до середины урала теряется где-то там в горах представляете сооружение она все парит этими самыми пирамидами да еще чем-то у нас своих сооружений море разливенное но видите наша наша в кавычках наука она предпочитает ездить по зарубежам и выпячивать их историю чужую не дружественных стран как сегодня принято говорить а свою историю ни под каким соусом не хочет показывать миру потому что для этих ученых наша с вами история не является своей так вот и в этих различных указах донесениях вот к этому привязаны к заволжскому валу тоже указаны даты и 102 и 107 и такие же аналогичные года которые датируются именно от нулевой даты которая является моментом основания сотворения мира и соотносятся к с нынешними датировками как с 1492 годом это и справочниках есть это и везде есть потом уже в 19 20 веке придумали религиозные деятели те самые 7 тысяч лет которые прибавили к этому ходу в глубину и мы получили дату сотворения мира совершенно другую 5 508 или в некоторых случаях 509 год и некоторые когда зрители мне говорят а почему вы вот не выпячиваете не рассматриваете те потерянные 7 тысяч лет истории русской истории отвечаю вам вот в этом фильме потому что эти 7 тысяч лет они совершенно не потеряны они искусственные и отношение к русской истории никакого не имеют и к истории вообще никакого не имеют также собственно как и академические научные датировки которые исчисляются теперь не семью тысячами дополнительных лет в глубину а миллиардами лет вы знаете по научным данным пять с половиной миллиардов лет только возраст наших материков земля старше вселенная старше по их данным но это все извините за выражение фуфлище фуфлище на самом деле все данные которые у нас существуют реальные они показывают только одно что мир был создан совершенно недавно и я вам еще раз просто приведу пример чтобы вы поняли ментальный пример психологический пример который как говорится спускает ваше сознание на тот момент на тот путь может быть на те рельсы которые ведут к пониманию нормальной истины дело в том что за последние 50 лет ну может быть 70 вот так вот скажем подлиннее чуть-чуть может быть 80 это была как раз периодичность войны чуть раньше чуть позже в середину войны великой отечественной войны и второй мировой войны ситуация была такая что мы как человек разумный всего мира имеется человечество мы изобрели новый подход к совершенно новому пространству которое было создано информационным образом мы придумали вместо материи информацию не замещая материю а дополнительно к ней и на этом придуманном на вычлененном вот этом явлении которые мы взяли из реальной физики который нас окружает мы создали уже через 70-80 лет новую вселенную в которой опитают только виртуальные информационные цифровые образы и существа мы видим с вами в любой момент можем посмотреть голограммы мы видим фильмы которые сняты компьютерным образом и отрисованы тоже и оживлены мы чуть раньше видели рисованные и другие мультфильмы в которых живые куклы живые ожившие куклы получили вот эту виртуальную компьютерную жизнь на экране путем того что мы с вами являясь их кукловодами оживили этих кукол и дали им эту с вами жизнь то есть на наши с вами памяти одного поколения достаточно для того чтобы понять что не было вселенной под названием цифра и вот она на наших с вами глазах нашими с вами руками была создана в той самой силе и в той самой объемности которую мы с вами сегодня видим потребляем улучшаем имеем дорисовываем до создаем создаем воссоздаем мы это сделали сами и за очень короткий промежуток времени за одно длительное большое ну может быть не поколение одну человеческую жизнь представляете как изменяется мир если эти темпы к нему применить вообще уже не требуется никаких эволюций длительностью не в тысячи лет как считали библеисты не в миллиарды лет как считают ученые не требуется этого ничего требуется нормальный средний но может быть выдающийся мыслитель который осуществляет и придумывает понимание того нового пространства и создает программный продукт которым он формирует в этом пространстве жизнь условий для жизни и наполняемость этого пространства живыми и неживыми формами того самого вот вещества в кавычках конечно вот что происходит в нашем эволюционном плане поэтому никакие миллиарды нам не нужны и ультра короткая история показывает это во всей своей красе потому что до девятнадцатого века если вы зайдете на страничку даже в википедию ученые вы увидите что раньше девятнадцатого века ну может быть два-три выдуманных персонажей есть который преподносится в качестве ученых а дальше вообще таких нет просто таких людей нет и если не было ученых значит не было понимание научности учености если не было науки значит не было религии потому что наука это вторая нога религии или может быть 1 нога религии но и так далее так далее я уже вам говорил что очень очень много в этой аналитической историей завязаны между собой, и многие железобетонные факты, которые мы просто так пропускаем, когда исследуем этот вопрос, вопрос древности, они на самом деле непреодолимы туда в глубину. И у нас реально очень короткая история. Почему? Да потому что здесь, на нашей земле, произошло что-то совершенно иное, нежели просто так, как мы. Мы, как трава, якобы выросли на тех камнях, которые здесь появились сами по себе. Нет, было совершенно иначе. Так вот, в этой ультракороткой истории такая есть периодизация. Сначала появился Сварох, я буду божественными категориями говорить, древними богами Руси. Почему? Потому что они, эти боги, я сделаю еще одно отступление, они не являлись персонажами такими, как сегодня принято понимать. Это были не мужики и бабы, не женщины и мужчины, это были математические величины, математические формулы, которые позволяли людям и самой системе лучше оперировать с этой системой. И когда есть математика, работающая в какой-то формуле, она производит свой положительный продукт. Например, есть математическая божественная структура, это таблица умножения. Вы подставляете в эту формулу умножение А умножить на Б равно С, и получаете в качестве С любой полезный для вас в этих вычислениях произведенный и полученный продукт. Вот как работает эта система. И вот эти А и Б, это и были те самые боги, которые существовали на Руси. Их потом уже в 19 веке, в 20 заменили более привычными, что ли, для нас богами. Ну, например, Рене Декарт, это не человек, это тот самый бог, который создал, точнее, который является олицетворением той самой Декартовой системы, которую приписывают к нему. Якобы он ее создал, на самом деле нет. Вы сами понимаете, Рене Декарт не создал никакой системы Декартовых координат. Он, если это что-то и было похоже, он просто ее описал как математическое действие. Она и без него существовала. Взаимно перпендикулярные прямые, они были всегда и до него, останутся и после. И, как говорится, раз это явление работает, взаимная перпендикулярность двух прямых, значит, она, эта перпендикулярность и оно, это взаимное пересечение, значит, они были положены условным божеством или безусловным божеством, которое и проявляется вот в этих взаимных отношениях. И когда мы смотрим всех этих а-ля, знаете, как бы ученых Европы, даже сопоставляем с нынешним состоянием Европы, когда она совершенно одичала. Вы же видите, что там даже нормального политика выбрать не могут. То какой-то одноклассный, как тот самый Шольц, то еще какая-то женщина, которая Меркелем была до этого, которая не имела ни детей, ничего. То есть, короче, получается совершенно странная ситуация, которая показывает, что в Европе-то, скорее всего-то, и ничего и не придумали. А вот имена и сделали вот такие пассажи, что вот эти имена теперь якобы являются почти людьми, ну как, например, тот самый Ньютон, тоже выдуманный персонаж. Ньютон переводится буквально «новые правила», так уж если, или «новый тон», или «новый закон», «новый закон мироздания». Но он и придумал закон тяготения Ньютон-то и все эти силы и тому подобное. Помните, три закона Ньютона? Это как раз вот это и есть три начала, три закона Ньютона. Это божественная функция. Он придумал то, что Бог, Бог дал всему миру, как говорится, бесплатно. А тут вот Ньютон появился и сказал, я вот придумал, хвалите меня и считайте меня божеством. Это если в прямую, а если в переносном смысле, мы просто понимаем, что нужно было как-то назвать вот эту формулу, вот эти три закона. Назвали их именем Ньютона. Ну, в общем-то, мы теперь понимаем, что вот эти законы являются положением и порождением Бога, ну, а этого Бога временно вместе с его законами называем вот этим самым Ньютоном. Вот как было. Так вот, в ультракороткой истории периодичность такая. В 1492 году состоялся толчок, первый, как говорится, большой взрыв, и началась реализация нашей программы, программы нашего материального мира. Она началась с абсолютного нуля, и эту стадию я писал в своей книге «Речи Ра», как раз ту стадию, когда ничего не было, и как все создавалось на первых этапах, на первых шагах, когда нечего было создавать, казалось бы, и работала только логика, только одна логика, которая, возможно, была еще глубже какими-то богами создана, далекими еще более богами, о которых мы даже и слыхать не слыхивали, но вся наша реальность на их, на ими построенной логике до сих пор работает, и если бы этой логики не было, то и реальности нашей бы ни математической, ни физической, ни материальной, ни цифровой, ее бы не было, потому что все названные реальности работают именно на логике. А богом логики я, честно говоря, даже не знаю, кто является или являлся, ну, потому что бог Ра, если даже его считать исконным началом, как, в общем-то, всегда и везде считается, то он уже свое существование и свой мир доматериальный и доцифровой, естественно, он строил как раз уже на существующей логике, двоичной и троичной, там, пятеричной уже не столь важно. Так вот, это было самое начало. Потом пошла корова Зимун как пространство, в котором мы с вами начали свою определенную деятельность. Потом пошло время, и богом этого времени был тот самый Велес. Потом пошла Яга, его супруга, она стала богиней света. Это, знаете, ну, скажем так, освященная часть вот того самого пространства. В иудаизме она называется «рыжей коровой» или «яхва» и так далее. Но это вот та самая богиня, которую я вам все время преподношу в качестве именно светоносного начала. Конечно же, вот некоторые мне спрашивали, зрители, мол, а другие богини есть? Ну, конечно, есть. Просто их функция, она совершенно другая. И в данном изложении, когда я говорю о мироустройстве, она совершенно другими местами этого мироустройства занималась, вот эта часть джиенского состава, да и мужского тоже. И сейчас просто вне контекста находится моего изложения. А так, конечно же, да. И так вот, дальше идем. И вот когда эта яга появилась как супруга Велеса, а она измеряется метрами, Велеса – секундами, то их ребенок метры в секунду появился в виде света. И олицетворяет его, конечно же, наше Солнце, как бог того самого света. И это было в 1900 году, после чего Эйнштейн и осознал, и всем разъяснил, что скорость света, скорость света метров в секунду, она является константой. Понятие константы – Константинополь, место обитания этого какого-то бога, очередного места обитания Константинополя, понятие константа – это все говорит о том, что это бог. Бог. И только такие соотношения других не было никаких. Может быть, в каких-то сказках вы что-нибудь вроде бы найдете, на самом деле нет, не заблуждайтесь. Константа – это и есть бог. Математическое, физическое, любая. Так вот, дальше, дальше идем. После того, как Солнце в виде сына родилось, уже потребовались какие-то новые продукты для того, чтобы их обжествить. Новая формула. И вот эта формула и ее поиски – это называется новой задачей, которая в математике и физике называется, даже больше в физике, называется теорией единого поля или единой теорией поля. По-разному некоторые называют, но самое главное, что нужно установить какого-то единого бога, который бы отвечал по формуле, по формуле за наше с вами мироустройство. Вот этой единой теорией поля я занимаюсь уже более 10 лет. Я делал презентацию на конференции логиков в зале президиума РАН. Несколько лет тому назад я вам ставил и делал такой фильм. Он есть в плейлистах, посмотрите, в плейлисте физика. Там есть этот фильм древностью где-то 4-5-6 лет. Посмотрите, там есть мой доклад как раз на той самой конференции. Но вот это была первая моя заявка. Сейчас я ее доделываю, как говорится, до ума, чтобы представить миру на определенных условиях, которые мне были бы, ну скажем так, удобны. Может быть, не выгодны, но удобны, потому что это большая работа, она уникальная, и я, конечно, просто так ее отдавать не очень-то хочу, потому что эксперимент по отдаче, простой отдаче той же самой науки организма, он, скажем так, идет туго, потому что халява, она и в Африке халява. Вы вспоминайте те самые повествования про Петра I или Екатерину II, я уже сейчас не помню, вот эту байку. Но смысл в чем был? Когда привезли эту самую картошку, люди не хотели ни покупать, ни сажать, ни сеять, а как дали им возможность ее своровать, так она появилась во всем мире. Это, конечно, байка, но в ней есть часть какой-то вот этой вот человеческой натуры, натуры, которая, возможно, по-настоящему играет при каких-то взаимоотношениях, в частности, и вот таких, как у меня сейчас складывается с моей единой теорией поля. На самом деле просто это сложный продукт, его нужно преподносить очень аккуратно, чем я и занимаюсь, и вот вам постепенно рассказываю маленькие-маленькие гранулы этой большой теории. Так вот, возвращаясь теперь к самому главному. Что такое Бог в нашей с вами игре? Объясняю очень коротко, так, чтобы больше не растекаться, потому что ту информацию, которую я вам в этом начале фильма дал, она хватает для того, чтобы понять вот саму суть теперь. Наш сегодняшний Бог, как бы его ни называли, он является Богом-оживителем. В чем его фишка по отношению к нам, к живым? Он нас оживил, он дал нам с вами нашу жизнь. Причем в смысле дал, это не значит, что вот как-то просто вот сказал, вот жизнь, слово, вот забирайте и живите. Нет. Он дал нам время, время, которое нас оживило, потому что с возможностью появления времени у нас появилась возможность проводить вот те самые обменные реакции, которые идут пошагово, ну там на одну молька что-то увеличилось, уменьшилось, вот здесь увеличилось, здесь уменьшилось, потекли какие-то процессы в виде химических реакций, потребовали своего управления, и вот наши белковые химические тела ожили. Последовательно меняя различные стадии своего химического состояния, мы с вами получаем то понятие и ту возможность, которую называем жизнью. Вот что нам дал с вами Бог. Поэтому сегодняшний Бог, как бы мы ни хотели, ни хотели, может быть как-то искали по-другому, но для нас сегодня главным Богом является тот, который оживляет. Если вдруг его по какой-то причине не станет, исчезнет, то мы останемся вот такими замерзшими, ну скажем так, сооружениями или какими-то статуями, которые больше не будут претерпевать никаких изменений, замерзнут в таком состоянии, и это уже будет не жизнь, а вечное существование, но не вечная жизнь. Так вот, Велес это был тот Бог, который дал время. Вместе с телушкой, егой он дал скорость света, и дал своего сына, который олицетворяет скорость света, это солнце. В реальности, чтобы перешагнуть эту мифологию, мы понимаем так из истории. Велес это когда календари были изобретены, счетчики времени, счетчики, когда люди впервые поняли, что существует время, и его по периодическим процессам можно как-то зафиксировать. Вот Велес это олицетворение периода прецессии, который, скажем так, древние астрономы могли вычленить на небе с помощью перемещения определенных звезд, вычисляя их движение за какой-то промежуток, они построили систему, что якобы за 25 920 лет система наших счислений, временных приходит в какое-то свое начальное состояние, и вот первым богом был как раз бог вот этой самой прецессии, которого на Руси называют Велес, в других народах, может быть, есть какая-то у него и такая кличка, или прозвище, или имя, или инсталляция, я пока ее не встречал, потому что, сами понимаете, других народов до последнего времени их и не существовало. Практически большинство народов на земле появилось в конце 19-го, в 20-м веке, вы это уже и без меня знаете. Так вот, первый бог, он привязан был вот к этому периоду прецессии, длительному. Почему статус солнца стал Христом и Сыном Божьим? Потому что в период понятия солнца как моторчика, как счетчика времени, вдруг привязались к нему, поняли, что периодичность солнца, она очень удобна для того, чтобы на ней строить календарь. И был построен Григорианский календарь. Я вам уже говорил много раз, вы уже, наверное, обращались в ту же самую Википедию, что, например, на Руси была специально проведена революция, рево, поворот, люция, свет, поворот света, госпереворот с пониманием того, что теперь будет упор сделан на Григорианский календарь, на солнечный, а не как раньше на Юлианском было все построено, на Венесовом календаре. И вот революция первым декретом приняла как раз тот самый Григорианский календарь, который на Руси теперь в России он с тех пор и стал. Вот ему сто лет тут недавно исполнилось. А в других странах та же песня. И в середине где-то XX века Греция приняла Григорианский календарь. В начале XXI века Саудовская Аравия перешла. То есть это все процессы, которые были с нами по жизни. Это не древние процессы, когда нам говорят. Потому что Библия говорит, что солнце было создано Богом для подсчета времени. Ну и вот по календарям мы можем обратить внимание, когда этот процесс прошел. И я вам делал специальный фильм, чтобы показать, что даже понятие субботы и воскресенья было введено только в 70-е годы в нашей стране, в других примерно в те же времена. И тоже на религиозной основе. Сначала были пять дней, шесть дней творения по иудаизму. А в 70-е годы XX века мы перешли на христианское счисление. И суббота и воскресенье стали вот на сегодняшний момент, на сегодняшнюю сетку календарей. Это тоже было все в наше время. И этому доказательств в море они еще не зачищены. И еще выдумками своими не запорошены. И еще ничем не прикрыты. Вот это можно впитывать пока всем, как говорится, сердцем. Ну и смысл-то в чем? Вот как раз я сегодня работаю вот в это время, уже второй год или третий уже пошел. Я уже даже потерялся во времени. Я работаю над книгой, посвященной перевалу Дятлова. И там, в общем-то, я разгадал всю эту систему по крупнику. То есть в крупном. Не конкретно там что-то до пульки или до какой-то льдинки. А вот ту самую систему, которая была в мире в то время. И я вам как раз вот после такого очень долгого вступления, очень долгого вступления, но я его сделал осознанно, чтобы вы вникли в ситуацию. Так вот я разгадал всю эту ситуацию. С одной стороны, мир шел в поисках нового бога. И о новом боге все время заявляют верующие страны, верующие народы, верующие лица, верующие учители. Они все время говорят, что будет второе пришествие, там, может быть, потом скажут третье. Но никто не знает, кто такой этот будет бог. Поэтому они его не видят пока. И говорят, что перед ним будет какой-то мессия или пророк, который на него укажет. Будут ложные боги, еще что-то. То есть это сложный момент, сложный вопрос поиска нового бога с точки зрения даже не религии, а науки. Я еще раз вам скажу, что под новым богом понимается физическая или математическая формула, константа, которой будет жить этот новый бог в новом Константинополе. Но его нужно, этого бога, сначала найти. Это формула, ну, скорее всего, по моим понятиям, формула, которая родится из единой теории поля, наверное, а может быть, каким-то другим образом будет получена и понята. Так вот, когда в начале 20 века было осознанно Солнце как источник календаря, и оно фактически теперь для нас с вами появилось, потому что раньше мы, ну, да, видели, лампочка какая-то летает. Возможно, она была, в чем я, в общем-то, не уверен. И вдруг вот поняли, что на нем можно построить более удобный календарь. Естественно, по этой дорожке привлечение внешнего источника к календарю, это уже был второй опыт после Велеса и его вот этого длинного периода, при цессии 25 920 лет. Это был второй опыт с тем самым календарем в виде машинки, в виде Солнца. Поэтому стали искать третий опыт. Третий опыт, ну, на чем он может быть построен? И вот тогда, тогда, в конце 19 века, в начале 20 века начали обустраивать ту самую концепцию, которая сегодня вылилась в эту свою результативную часть. Эта концепция построена на ядерном полураспаде. Не буду долго об этом говорить, но тот самый камень, который был раньше камнем Алатыри, сверкающим камнем, белым камнем, он после этого момента осознания, что нужен другой источник истечения времени, он стал черным камнем Шантамани, хотя он остался и белым, потому что Шантамани – камень. Как переводится название? Шанта – это Санта. Это священный, священный или святой. А Мани – это камень, священный камень. То есть здесь никакой нет фантастики. Можно его называть, как некоторые называют, Чинтамани. Чинта – это немножко на индийский манер. Можно называть его Санкт-Питер, Бург – это то же самое. И город построен в честь этого камня. Можно его искать на Тибете, как некоторые искали. Но вообще город Петра, город этого камня, он, конечно, построен в виде Санкт-Петербурга. Я вам сделаю отдельный эфир по этому поводу. Так вот, фишка-то в чем? Нужен был источник нового времени. Нового времени – это нового шага этого времени. И вот этот источник должен был стать новым богом. Его нашли. Это ядерный полураспад, ядерный распад, атомные часы. Ну и, естественно, по итогам всей этой ядерной гонки, когда были проведены всякие опыты, взрывы, ядерные бомбы, они преследовали совершенно невоенную тему. Я прежде, признаюсь вам, тоже считал, что это военная тема, что это оружие. Единственное, что, поскольку я являюсь все-таки достаточно грамотным физиком, я понимал, что там есть большие проблемы. И самое главное – это то, что американцы во время правления своего Барака Обамы, они признались официально его устами. Он сам выступил, что Америка отказывается от определенных действий по обогащению урана, потому что она не смогла их осуществить. У нас эти самые центрифуги по обогащению урана работают с 50-х годов, а американцы даже в 20-х годах 21 века не смогли этого добиться, поэтому они официально отказались. Был выпущен в Белом доме самим этим Бараком Обамой, выпущен специальный документ, который там в Белом доме на сайте его официально висит. Я его демонстрировал в своих изданиях, где-то это было лет уже теперь, когда был Барак. Так что вот такая ситуация. И когда я понял, что какое-то странное результативно-нерезультативное действие идет со стороны США, я понял, в общем-то, вот сейчас на всем этом материале своей книги, посвященном Перевалу Дятлова, я понял, что фишка-то не в этом. Фишка-то не в этом. И вот сейчас, когда я вам говорю, я впервые озвучиваю вообще в мире эту тему, впервые о том, что вот этими ядерными исследованиями и испытаниями ученые всего мира искали нового бога, который в состоянии был бы дать новое истечение времени. Не солнца со своим годом или днем вот этим самым или календарным годом, а именно тот период времени, который был бы, ну, совершенно безошибочный на взгляд этих самых физиков. То есть, вот знаете, прям точный-точный, нигде бы он не менялся. Взяли бы вы вот этот вот какой-то такой, знаете, источник такого точного времени, переместили бы его там условно на Луну или на Альфа-Центавру, и все бы было бы прекрасно. Зачем, во-первых, нужен был такой бог, единый бог? Ну, потому что уже шел процесс глобализации, и определенные религиозные силы хотели установить полностью глобальный контроль над всем миром. Мы сегодня понимаем глобализм как экономическую и политическую систему, Но начало этой системы было в том, что нужно было, необходимо было установить единое время на всей планете, единое время. И вот тот, кто занимается в храме этого времени, учетом этого времени и исчислением этих самых дат, часов, секунд и тому подобных дробных элементов, вот тот и был бы главным священником, опять корень святость, именно связанным со временем. И когда я уже дописывал свою книгу, я понял, что да, действительно это так, что именно время было пределом исканий тех, кто занимался ядерными разработками, и вы знаете, что сегодня действует международное атомное время, которое в 70-е годы и было, в общем-то, введено в оборот, и к нему привязаны сегодня все остальные часы, различные системы подсчета, то есть атомное время, именно атомное время, оно стало тем самым эталоном, который является богом для сегодняшней нашей Земли, единым богом, единым богом, от которого идет тот самый отсчет. И вот это самое время, оно преподносилось как истинный сын Солнца и внук Велеса, именно по временной мифологической шкале. Нужно понимать, еще раз напомню, что все вот эти боги, это мифологические персонажи, олицетворяющие изобовым языком вот те физические величины, которыми физики обладают, обладают, оперируют, но не хотят, чтобы другие люди каким-то образом понимали их этот изобов, язык. И вот этот случай, он был как бы финальным для всей нашей цивилизации, я, по крайней мере, так думал. И знаете, что интересно, вдруг почему-то в 62-м году вот это исследование ядерных процессов, оно закончилось. Ну, конечно, простые люди могут сказать, да вот, но взрывали, да вот планету загадали, да все такое прочее. Требуется внести законопроект, как совершенно правильно было сказано Роман Гриевичем, который отменит первую статью соответствующего федерального закона, принятого в 2000 году. Первая статья – это ратификация, ратифицировать, взяли, написано в этой статье. При этом остальные статьи этого закона, как мы предполагаем, целесообразно оставить в силе. Там речь идет о мероприятиях, необходимых для поддержания на должном уровне и в должной степени боеготовности нашего ядерного арсенала. Друзья, ну вы видите, войны не прекращаются ни на секунду, каждый день вспыхивает какой-то конфликт. Никто из военных и политиков никогда не думает о земле, как о каком-то, скажем так, ну, общем доме. Помните, сколько верещала Европа об этих самых парниковых газах, о каких-то дымоходах, которые надо закрывать, потому что они сильно коптят? И что? И что? Как только им потребовалась политическая какая-то интрига, интрига даже не цель, а интрига, они сразу же перешли на угольные, опять же, свои коптильни, и им наплевать стало и на озоновый слой, и на все остальные парниковые эффекты. Нет, политика, политика и военщина, она пересиливает эту самую систему, которую пытались построить зеленые. А вот источник времени, это очень серьезный процесс, он стоит глубже всех понимания. И если в 1962 году приступили к ограничению всех испытаний, то это означает только одно, что эффект, эффект от этих испытаний был, уже достигнут, все остальное, все эти бомбы и все остальные, там, АЭС, это вторичные продукты. А само понятие того, что от атомных вот этих распадов можно получить эталон источника времени, он был как раз достигнут. Посмотрите справочный материал, вы убедитесь в моей правоте. Как раз тогда все было достигнуто, испытания были свернуты, цель испытаний уже никаких не была. Вы знаете, что, например, американцы якобы произвели свои эти атомные бомбы, которые они сбросили на Хиросиму и Нагасаки. Они их даже не испытывали никогда, они их собрали отверточной сборкой, уверенные, что они будут нормально взрываться. Не нужны испытания для этого оружия, не нужны. В 1942 году американцы впервые, впервые сделали доклад, что нужно создать ядерное оружие, и вот через три года оно у них уже было. Без малейших испытаний, без малейших испытаний. Посмотрите, опять же, данные официальные. Потому что, потому что главным продуктом ядерной вот этой всей науки было как раз то самое время, то самое время. Так вот, что интересно, та же самая Библия говорит о том, что будет новый Бог, но перед ним, перед ним будет пришествие какого-то неправильного божества, которое сначала покажется, что оно правильное и начнет править всем миром, а потом вдруг придет какой-то Иисус второй раз и скажет, что нет, это был неправильный Бог, нужно будет верить вот в такого-то нового Бога. Вы знаете, я не думал над этим, но в принципе у меня была всегда такая какая-то в загашнике мысль, как это так, что это такое за новый Бог, и о чем он вообще может вещать, верещать, и почему предыдущий какой-то Бог появится, в него все поверят, а он окажется в итоге неправильным. И вы знаете, когда я опять же работаю сейчас над этой книгой о перевале Дятлова, я вдруг пришел, вот на массиве тех данных, которые я собрал, я вдруг пришел к самому главному выводу на сей момент, тому, что ядерный эталон часов, построенный на Цезии-133 и на его вот этом времени распада, он, в общем-то, работает, возможно, каким-то образом, но это не то время, которое необходимо нашей с вами цивилизации. Почему? Потому что физики начали эту работу в конце 19 века, когда и создана была Библия, и они на ней создавали и науку физическую, и результаты этих физических исследований. Поэтому все исследования, как вы видите, идут только в области света, наблюдаемых физических явлений, астрономии и тому подобное. Это все, что связано со светом, со старым богом по имени Яга или Яхва в ближневосточном исполнении. А фишка-то в том, что новый-то Бог, он нужен только для новой реализации нашего с вами или другого какого-то существования. Вспомните, как появился первый бог библейский. Он создал, так описывает книга Бытия, он создал нашу с вами материальную вселенную, где появились мы с вами материальные объекты, где мы и живем. Поэтому он для нас бог, он нам дал жизнь, основанную на нашей с вами материальной результативности и концепции времени. Значит, следующий бог, он должен быть не уточняющим богом, который первого дополняет. То есть нам не нужна эта цезиевая грудуировка, какой бы она точной ни была. Точность здесь ни при чем вообще. Она в принципе не нужна. Подумаешь, там есть какой-то период, например, этой самой солнечной деятельности. Год, день или сутки, или час. Ну, нам хватает для точности на самом деле. Ведь мы же носим с вами часы и смотрим по ним времени или по коммуникатору, по телефону. Нам хватает этого ресурса, нам точность. Девяти триллионная часть этого самого секунды нам она не нужна в принципе. Да и она и не нужна никаким научным процессам, что бы ни говорили всякие исследователи. Может быть, какие-то там чего-то гоняются за фотонами, может быть, как они считают, им там что-то надо. Но все наши научные приборы работают с гораздо более низкими скоростями, поэтому это все профанация со всеми этими цезиевыми распадами. Так вот, новый бог нужен для новой реальности. А новую реальность, как я вам уже сказал в самом начале, мы создали 50 лет тому назад, начали создавать. Это цифра, цифровое наше с вами поле игры, новые игры. Это не наша игра, в которой мы существуем с вами со старым богом по имени Христос. А с новым богом эта игра, и вот этого бога нужно было найти. И функция этого бога установить время, время для той игры, которая в цифре, в цифровой реальности. Не в нашей реальности, а в той цифровой. И вот этим богом и является цифровая часть, та элементарная ячейка срабатывания некоторого триггера, который выдает один импульс тактовой частоты, чтобы компьютер наш с вами сработал на одну операцию, на одну единственную операцию. И вот этот бог вот с этой грудиировкой, он и есть новым богом, новым Христом, скорее всего, который и явился. А тот бог, которого нам пропагандировали в виде ядерного оружия и ядерного полураспада, он оказался фиктивным, ложным. Он, да, тогда он был интересен, но сейчас пришел вот этот бог по имени Второй Христос, который управляет новым пространством, цифровым. Он и показал нам действительно, что часы, основанные на атомном времени, международное атомное время, это полнейшее заблуждение, международное время должно быть привязано к одному такту работы какого-то компьютера, даже не самого компьютера, а элемента, который в нем переключается, логического элемента, который дает единственный импульс. Это может быть кристалл, например, того самого кварца, который вступает при определенных стандартных условиях в свою авторезонансную такую, знаете, частотную колебательную стадию. Это может быть одно колебание этого авторезонирующего кристалла. Это может быть другие какие-то исходные коды, но самое главное, что Бог теперь вот тот, Он Богом является в машине, и находится Он там. И это Христос тот же самый, в кавычках, конечно, переместился во вторую свою жизнь, не только вернулся в наш мир, как это было в виде солнца в начале веков, скажем так, в начале лет, но вот теперь Он зашел в виде того света, которым является то самое время машинное время, цифровое время, в наши с вами цифровые системы. И тот самый интернет, который разносит мировую паутину по всему миру, Он уже разнес этого Бога, цифрового Бога, основанного на цифре внутренней, Он уже его разнес по всему миру, и это действительно уже мировое господство вот этого самого нового Бога. И поэтому сегодня, когда все эти боестолкновения происходят на земле, в районе там реки Дон или где-то там на Святой Земле, вот сейчас открылись эти различные столкновения, они по старинке все делают, они сталкиваются на тех местах, которые материальны, а в материальных местах уже изменений никаких не было. Была вот там история, она так и останется. Нового Бога там не встретишь, поэтому те же самые верующие не могут найти своего Мушиаха и дождаться его, потому что ждут не там, они по старинке стоят и ждут поезда или паровоза, даже паровоза, а мимо них пролетают космические корабли условные, о которых они даже знать не знают и не могут поднять глаза к небу. Так что вот такая ситуация и большим воротилом нашего сегодняшнего мира я хочу передать сообщение именно о том, что если они хотят найти нового Бога, новое божество, то нужно искать не там, где физика и не там, где идея, сказочный мир, тот самый еще более прошлый, позапрошлый, а уже в новом мире, там, где образуются вот эти тактовые частоты, внутреннее, механическо-математическое, цифровое время, вот это и есть наш Бог. И Он дает жизнь всем цифровым объектам, Он поступает именно как Бог. Не будет тактовой частоты в компьютере, не будет источника этой тактовой частоты, ни один компьютер работать не будет, никаких вычислений он производить не будет, ни один объект виртуальный, который загружен в него, любым способом работать, функционировать, жить не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok